Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет на этот раз победителем в стране безопасности. Ребята, сегодня предстоит очень серьезная борьба, но вы уже успели показать себя, как сильные соперники, практически равные бойцы, так что я вам желаю успехов! Спасибо! Тема нашего разговора, как и в предыдущие три дня, это медицинские правила безопасного поведения для детей. И наш первый конкурс будет тоже посвящен этой теме. Это будет загадочный кроссворд. Мы будем вписывать слова-отгадки в кроссворд. Он уже, кстати, нарисован у вас на стендах. Заодно проверим, как вас научили читать и писать в школе. Ребята, ошибок делать, как вы понимаете, нельзя, потому что если сделать ошибку в первом слове, то остальные могут у вас не совпасть. Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить четыре фишки, плюс еще одна тому, кто справится быстрее. Все понятно? Ну что ж, тогда подойдите к своим стендам, возьмите в руки маркеры и слушайте первую загадку. Педиатра, ты не бойся, не волнуйся, успокойся. И, конечно же, не плачь, это просто детский... Пишем молча, на скорость, пять фишек на кону. Не подсматриваем. Арсений справился. Ждем Настю. Но ждем недолго, Настя. Хорошо, правильно, ребята. Ну что ж, Насте за правильный ответ четыре фишки и Арсению за правильный быстрый ответ пять фишек. Молодец, Арсений очень быстро справился. Умница. Так, пять. И следующая загадка. В овощах и фруктах есть, детям нужно много есть. Есть еще таблетка со вкусом, как конфетка. Сами думаем и пишем. Без ошибок, ребята. Правильно, правильно ответили. Это действительно витамин. Я первая написала. Настя была быстрее, поэтому меняемся ролями. Насте вручаем пять фишек. Так, у Арсения четыре. Слушаем следующую загадку. Длинная загадка, так что слушайте до конца. В этом светлом магазине ты увидишь на витрине ни одежду, ни продукты, и ни книги, и ни фрукты. Здесь микстуры и таблетки. Здесь горчичники, пипетки, мази, капли и бальзамы для тебя, для папы с мамой. Для здоровья человека открывает дверь. Пишем, что открывает дверь. Где продаются мази, таблетки, капли. Первая буква уже есть. Дети, смотрите в кроссворд уже, не считайте мух. Светлый магазин, где ни фрукты продаются, а горчичники, пипетки, таблетки, капли. Первая буква А. Дети. Сообразила Настя. Аптек. А Арсений подсмотрел, значит, Арсений у нас фишек. Не зарабатывает, но ответ напиши. Пиши, аптека. А Настя получает пять фишек. Итак, аптека. Без ошибок, молодцы. Кладите маркеры, присаживайтесь. Ребята, первый конкурс позади. И сейчас предстоит последняя встреча с нашим уже хорошим знакомым детским доктором Артемом Витальевичем. И он тоже уже готов к встрече с нами. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что мы снова встретились. Сегодня у нас очень познавательная тема. И называется она гигиена рук. Ребята, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Зачем мы каждый раз моем руки перед едой? Чтобы не было бактерий. Чтобы на них не скоплялись микробы. Правильно, ребята. Молодцы. Вы моете каждый раз перед едой руки? Да. Ребята, наши руки являются одним из главных способов взаимодействия с окружающей средой. Подумайте только, сколько предметов вы касаетесь ежедневно. Двери, столы, пища, домашние животные. Сотни других людей также не раз прикасались к этим предметам. И у большинства из них, возможно, были далеко не чистые руки. Содержать руки в чистоте довольно просто. Сложнее всего не забывать делать это. Ребята, запомните. Предназначение мыла не в том, чтобы убивать микробы. Оно должно растворять грязь и смывать ее уже вместе с микробами. Горячая вода не является необходимым условием для эффективности мыла. А вот теплая помогает мылу лучше растворять грязь. Еще одним важным условием является время. Для достижения результата руки нужно намыливать в течение 15 секунд или даже дольше. И помните, руки нужно мыть с мылом перед каждым приемом пищи. Также не забывайте мыть руки после каждого посещения туалета и после контакта с различным мусором. И еще одно важное правило. Если вы простужены, то мойте руки после чихания, кашля или выдувания носа. Это нужно для того, чтобы предотвратить распространение микробов на поверхностях, которых могут касаться окружающие вас люди. Идеальнее всего будет, если при чихании или кашле вы будете прикрываться салфеткой или носовым платком. На сегодня это все. Ребята, не забывайте укреплять иммунитет и тепло надеваться, выходя на улицу. А я желаю вам успехов и крепкого здоровья. Спасибо, до свидания. Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди самый-самый последний финальный конкурс. И сейчас мы проверим, насколько вы были внимательными на протяжении всех четырех игровых дней. Сейчас вы будете отвечать на вопросы мои по очереди. Все вы уже слышали, ответы вы знаете в один из игровых дней. Итак, скажите мне, пожалуйста, кто первым начнет отвечать на вопросы? Ну, молодец, Арсений, настоящий мужчина. Хорошо. Ну что ж, каждый полный ответ правильный будет стоить, ребята, три фишки. Если вдруг соперник будет вас дополнять, то часть фишек из вашей копилки перейдет в его копилку соперника. Ну что ж, раз Арсений у нас начинает первым, то первый вопрос твой. Он из первого игрового дня. Расскажи, пожалуйста, чем опасен недостаток витаминов? Он опасен, если недостаток витаминов в организме, то можно серьезно заболеть. Да, ослабляется в результате наш иммунитет. Да, и могут возникнуть различные заболезни, как ты и сказала. Хорошо, Арсений, очень хорошо. Держи, пожалуйста, три фишки. Настя, второй вопрос твой. Со второго соревновательного дня вопрос. В каких продуктах много витамина Д? Апельсин, нет, мясо, яблоко, груша, банан. Так, 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 молчишь, дополнять пока не надо. Ребята, пока не то, что нужно, ты говорила, Настя, вспоминай. Говорил Артем Витальевич, подробно акцентируй внимание именно на этих продуктах. Творог. Правильно, еще. Молоко, пефир. Кисломолочные продукты, да, сыр, творог, как ты сказала. Еще где, в чем, в каких продуктах? Сейчас говорит Настя. Если вдруг она все не скажет и будешь дополнять, тогда я тебе дам возможность. Пока, Настя. В йогурте. С кисломолочными продуктами мы разобрались. Еще в каких продуктах? В рыбьем. В рыбьем жире. Короче, фишки три мы с вами делим на троих. Каждому по одной. Держите, я вам тоже помогала. Одну Арсеньева, одну Настя. Арсений, следующий вопрос твой. Скажи, пожалуйста, как правильно нужно чистить зубы? Вспоминай, очень подробно там. Первое, надо взять щетку и с передними зубами, кругами. Круговыми движениями. С передними движениями. Потом очистить полость, ну, внутреннюю и снаружную часть. Каждого зуба. Зуба. И жевательную часть. И... Уже не круговыми движениями, а вот так, вперед, да? Да. И надо почистить легкими движениями язык. А он, когда почистишь язык, будет хорошее дыхание. Чистое дыхание. Освежающее. Освежающее дыхание. И не будет скапливаться много микробов на зубах и на языке. Ай да, молодец. Очень хорошо. Все вспомнил. Единственное, скажи мне еще, пожалуйста, продолжительность чистки зубов. Сколько раз? Сколько времени? Надо в день чистить два, по возможности три. Так, а по времени сколько нужно? По времени надо утром и... Нет, пять минут, тридцать секунд. Надо три, не менее трех минут. Две-три минуты. Правильно. Молодец. Очень полный ответ. Просто замечательно. Три фишки держи. Ну и последний вопрос. Вопрос, Настя, твой. Сегодня мы об этом говорили, так что я думаю, ты с легкостью ответишь на него. Скажи, пожалуйста, почему руки надо мыть обязательно с мылом? Чтобы не было бактерий, потому что мы должны будем кушать, чтобы это все в рот не попадало, чтобы были чистые руки, чтобы не было бактерий и грязи всякой. Хорошо. Пока еще Настя говорит. А какой лучше водой мыть? Мылить мылом 15 секунд и теплой водой. Да. А горячая вода какую роль играет, не играет на качество мытья рук? Ну, не очень. Не обязательно, да? Если еще заболеешь, то надо, когда ты либо чихнешь, либо сопли потекут, либо... Надо полотком закрывать. Надо полотком закрывать, а потом руки помыть. И перед каждым посещением туалета надо перед... Ну, после этого помыть руки. И когда заболеешь, надо всегда мыть руки, чтобы не попала на поверхность и не попала к другим людям твоя болезнь. Молодец. Настя, в общем-то, дала именно на свой вопрос очень полный ответ. Поэтому три фишки Насте и фишку за дополнение. Хорошая. Арсений, ты получаешь. Молодец. Ребят, вопросов у меня больше нет к вам. Посчитайте, сколько фишек сегодня вы заработали. Итак, ребята, победителем на этот раз в стране безопасности становится Настя. У тебя 71 фишка. И почетное второе место в упорной борьбе Арсений занимаешь ты. У тебя 63 фишки. Ребят, я вас поздравляю и хочу подарить вам подарки, которые вы заработали. Это для тебя, Арсений. Поздравляю. Настенька, а это тебе. Спасибо. Ребят, я желаю вам успехов и прощаюсь с вами. А встречи жду с новыми участниками. Место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Субтитры сделал DimaTorzok